Ростовские ехтсмены прошли под парусами по Москве-реке. Международная регата «Паруса Москвы» завершилась в российской столице и принесла донскому экипажу золотые награды. В центре столицы, у самого Кремля, в акватории Москвы-реки, у памяти Капетру Первому, рейли паруса. Ежегодная регата, посвященная Дню России, традиционно собирает представителей разных стран. Соревнованиями эту гонку можно назвать условно. Скорее, это праздник всех любителей парусного спорта и впечатляющее зрелище для тех, кто наблюдает за регатой с берега. Однако спортивный интерес никто не отменял. Пять гонок, три дистанции, зачет в двух классах яхт. «Микро», где выступают международные команды из США, Германии и Казахстана, и «Солинг», в котором борьбу за награды ведут студенческие экипажи. Идея этой гонки – это участие студенческих яхт-клубов, студенческих коллективов, находящихся как в Москве, так и в регионах России. Именно вот в такой вот крупной городской гонке. Эта регата, она популяризирует класс «Солинг», поэтому это очень интересно для нас, именно как для ассоциации регата. Потому что «Солинг» – класс незаслуженно забытый, олимпийский класс, и популяризация его – это одна из наших целей. Именно в классе «Солинг» – это телевая гоночная яхта с одной мачтой и двумя основными парусами – оспаривали лидерство ростовчане Виктора Андреева Рожбитова и Юрий Тарновский, выступающие под флагом Донского государственного технического университета. Ростовский экипаж обошел своих конкурентов – яхтсменов из Москвы – в обеих гонках с огромным преимуществом. В таких водоемах главное – это чутье ветра, потому что малейшее колебание ветра, если ты прозевал, ты проиграл. Все сложилось, ветра было маловато, конечно, адреналина мало получили, но выиграть, выиграли, все, что можно, поэтому удалось. Паруса Москвы – это гонка среди университетов, на которой Ростов никогда не принимал участие. Вот это впервые получилось у нас все. Теперь, я думаю, что будет возможность не только приезжать нам в Москву, но еще и приглашать к нам студентов из других городов, может быть, даже из других стран, и проводить соревнования. У нас достаточно водоем к этому приспособлен, есть небольшой флот, который мы надеемся при поддержке университета опять-таки развивать. Теперь ростовчане готовятся к новым стартам. Парусный сезон только начался. Впереди целый ряд соревнований, в которых экипаж, представляющий ДГТУ, собирается принимать участие и завоевывать еще большее количество наград.